Юго-восток Беларуси сегодня температурно, скорее просто юг. В конце апреля здесь настоящее лето, так что те, кто протокольно в строгих костюмах, наверняка чуть завидовали тем, кто мог себе позволить формат без галстуков. С погоды начал и президент, а главнее всего она в нашем общем доме. Ну есть хозяйство, где вообще немного людей, а люди где? Они у вас работают на этих промышленных предприятиях. Здесь так людей немного было, поэтому надо помогать. Дальше, впрочем, разговор о погоде пошел чуть по иному вектору. Этот год для аграриев объективно сложный, потому что весной Беларусь залили дожди. Особенно это касается как раз Могилевской области. Но Александр Лукашенко несколько раз скажет, списать все недочеты на непогоду не получится, а минусы есть и жара с дождями к ним отношения не имеют. У нас очень много бесхозяйственности на земле, значит надо мобилизовываться. Президент приведет два примера, когда в поле или по его контуру вырос хмызняк, а то и лес, нужно принимать решение и возвращать эти земли для обработки. А лес передавать, к примеру, тем же колхозам. Или добровольно, но за оплату хоть тем же лесом. Или принудительно, но все равно за оплату. Второе, хватает на полях и давно заброшенных ферм и других в прошлом строении. А в сумме это гектары. Нужно лишь категорическое решение эти земли вернуть. И решение подключить к работе МЧС и военных. Как раз проблемы, которые пока не решены, первично интересовали главу государства. Приходилось даже прерывать доклад министра сельского хозяйства в общие философские его моменты. По вашему поручению мы посещали Брянскую область. Есть над чем работать. И мы в этом году осенью... А над чем? Над технологией. Мы умеем делать, но еще надо в регионах на местах научить. Это Витебская область. Чему научить? Сохранили технологии и сроком сева надо. Нам сместить сроки сева на более ранние. Так как мы поздно в прошлом году поселили? Надо еще раньше. Чтобы в июле сеять будем? Брянская область сеет конец июля, начало августа. Мы же сеем с 5 августа и по 15-й обращаемся. Ну понятно, но у них же не Витебская область. Где-то надо в июле, где-то в августе, где-то в конце августа. У нас же республика растянута тысячу километров. Еще президент скажет, решая проблему, нужно не сесть на белого коня, который порой уносит исполнителей с их рвением куда-то в крайности. Вот рапс. Да, это выгодно. Его покупает у нас даже Европа, несмотря на санкции. Есть и указы с госпрограммами, но засеять все рапсом тоже неправильно. Также неправильно будет засеять все кукурузой или чем угодно. Нужна сбалансированная структура посевов. Об этом сегодня говорили долго, аж до примеров. Типа растения под названием вика, в народе более известном как горошек. В целом это отличная культура для силоса, но не для каждого животного. А если ее неправильно собрать, обработать и хранить, это вообще ядовитое. То есть надо на кормозаготовку обратить серьезное внимание. Ну так, ты помыхал, так тошно, но имей в виду, что за это будет серьезный спрос. Хватит уже дуротой заниматься. Вроде все делаем, сеем, а на поверку выходит ядовитый корм. Обсудили и свеклу, которую активно по стране сеют, хотя должны были уже заканчивать. И лен, который тоже упускать нельзя. Да и ничего упускать нельзя. А 9 мая в этом году объявлена Днем Победы еще и для аграриев. По-военному день и ночь надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить туда зерно. Вот и все. Где-то надо попросить механизаторов. Где-то ему надо власть отдать такую, которую Сталин в годы войны не имел. Ну, кто не понимает, заставили быстро посеять. К 9 мая мы должны посеять все. И еще президент сегодня внимательно уточнял статистику. Бывает, что по ней все хорошо, а на выходе с деньгами, для чего и работают предприятия, выходит как-то не очень. Впрочем, о том, что время собирать камни всегда наступает, говорили сегодня и фигурально, и буквально. Наши эти беглые мерзавцы озаботились, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже техника есть для этого. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда. Тут маневр должен быть. Ну, а техника у нас для уборки камней есть. Все мы имеем. Только надо смотреть, где как употреблять. На этой выставке в чистом после уборки камней поле гордость аграрной промышленности. Несмотря на все преимущества и МТЗ, и Амкадора, Александр Лукашенко поручит и дальше работать и над повышением качества, и над снижением цены. И, кстати, главными оценщиками сегодня были не министры. У тебя есть такая техника? Или она тебе не нужна? Надо. Под кукурузу и под рам самое. Т.е. на 40% дешевле, чем импортный аналог. 170. Здесь все твое? Не совсем все мое. Есть элементы, над которыми работаем. Постараемся к концу года максимально увеличить уровень локализации. Дороговато ты, говоришь, да? Дороговато. Их техника хорошая. Но мы уже говорили, надо цену снижать здесь. Аккуратненько. Ну, должен тебе сказать, что по стоимости мы немножко вас тряхнем. Профессор? С одновременным внесением удобрений. Давно ты работаешь на... Нет. В этом году. В этом году? Ну, уже сеял? Да. Как? Нормально сеял. Ну, давай покажи. Ну, опять же говорю, надо, чтобы обслуживание было хорошее, чтобы механизатор был святым. А где министр? Здесь. Ну, ищи зерно. Или ты уже забыл как-то? Ну, что же я забыл? Ну, нормально. Нормально. Идеально. Даже не то, что 8 сантиметров получается. Ну, это... Нет, 8 не будет. Вот, вот, вот. 10-12. У нас очень хорошая сейлка, но у нас нет еще ответственности людей за технику. Это же вроде не свое, колхозное пока. Чуть поодаль техника не для этого поля, и это единственная причина, почему и ее не показали в деле. Здесь и гусеничные новинки, и та самая техника, восстановленная по поручению президента. Это новая, да? Это усовершенствование, Александр Григорьевич. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Ну, молодцы. Приятно смотреть, что на гусеничном ходу у вас техника. Ну, да, он предназначен для работы на переувлажненных и слабонесущих грунтах. 12-13 тонн весом? Да. А на этот спрос трактор есть? На этот спрос трактор есть, но он, по сути дела, больше для мелкоконтурных полей. Это в основном Витебская и Могилевская области. Мы делаем все, и отвалы, и эти, как они называются. Отвалы – это по типу Кверниланда. То есть все делаем сами? Здесь, да. Это обновленная 82-ка с кормораздачником тоже, Амкадор. Кормосмеситель и раздачник, у нас целая линейка, 9 кубов, 14 кубов. А с Днепровской нашей. Это вот то, что я говорил в отрядах, это восстановленная техника, Олег Александрович. Ну не все же восстановленные. Не все, но вот этот восстановленный. У нас 25 единиц, Александр Иванович, в отряде. Из них 10 вот таких восстановленных. Очень хорошо восстановленные. Вишенка этого выставочного центра – автолавка «Белкопсоюза». К работе готовая настолько, что в ней утром до прибытия президента журналисты покупали воду и мороженое в этом самом поле. Удобно? Нет вопросов. В деревнях такие ждут и любят, но «Белкопсоюза» автолавок нужно еще много. Так что возник вопрос, за чей счет будет этот, безусловно, нужный на селе банкет. Здравствуйте. 25 тысяч стоит один автомобиль, на 20 тысяч для нас сделали скидку. Ну, мы же не могли женщину бросить в билл. Ну, слава богу, что женщину уже. Значит, ты даже не считал. 256 миллионов. 100 миллионов долларов. Почти, да? Нет, 80. Ну, чуть меньше, чуть меньше. Ну, 80 миллионов. Дороговато. А деньги есть тебе? Александр Григорьевич, спасибо, что… Нет, подожди, да, спасибо. Мы в соответствии со 146 указом через лизинг, и мы, конечно, просим поддержки, как мера поддержки для системы. Ну, вопрос один. Ты деньги эти вернешь? Основной долг, да. Что значит основной? Мы прорабатывали, чтобы ставка рефинансирования гасилась за счет республиканского и местных бюджетов. И это без учета того, что «Белкопсоюзу» компенсирует государство расходы по топливу. Так что в целом Александр Лукашенко просит очень простого. Сначала рационально минимизировать расходы и только потом просить помощь по увеличению доходов. Это же касается всего и везде. Вот в Костюковичах шикарный дворец культуры, стилистически напоминающий стену из «Игры престолов». Этому господарку судьбы позавидовали бы и в Лидии, и в Минске, но удовольствие было дорогим при строительстве. Не дешевое оно и в эксплуатации. Поэтому Александр Лукашенко намекнет. А точно это первично было нужно для культуры в Костюковичах. Я не против и даже за, но только хочу предупредить публично всех, там, где нужен центр хороший, там не должно быть излишнести дворцов. Вот это главное. Потому что денег лишних нет. На сегодняшний день при бюджете... Сколько бюджет дает на содержание этого? В сумме на сферу культуры 2 миллиона 950 тысяч белорусских рублей. У нас 950 тысяч уходит только на содержание здания. В плане которых мы зарабатываем 195 тысяч белорусских рублей. Всего лишь. А вот на что точно денег жалеть не нужно, так это на людей. От детей, которые искренне творят шедевры, до взрослых, которые не менее искренне берегут традиции. Разве что президент им подскажет. Учитесь на этом и зарабатывать. Рисуют 80-летие освобождения. Слушай, ну я так думаю. Ты же ты так придумал, а, Павлович? Молодец. Кажется, великое все в простом. Ну вот, я бы это не сделал. Завидовал всегда художникам и музыкантам. А это чей партнер? Усатый человек, как я. Ну, это боец. Да, это боец, ваша паспорта. Я считаю, что в хорошей хате белорусской, ну, где раньше ткали, вышивали и так далее, вот им такое надо было создать, чтобы тепло, уютно было, места хватало. Ну, заплатить хорошо и выкупить рушляки. Продаешь ты это все? Да. Ты посмотри, какая красотища, а? Можно я вам подарю? Подожди, подарю. Мы это все купим, приедем, все, что вы продадите нам. Ты никогда не спеши. Подарю. Ну, если нам надо в республике такие останки, таких надо изготовить. У нас хорошие есть специалисты. Затем главу государства пригласили на репетицию концерта к 9 мая. Зрители убедились, концерт уже готов, а за артистов можно порадоваться. Собирались выступить для жителей Костюковичей, а получили эфиры в прайм-тайм центральных телеканалов страны. Будет впереди у нас немало ярких дней. Целосьбурную жива и мощь. И нам не страшно, надо. Молодцы, ясно. Хочу подарить вам от души, от чистого сердца. Калаева сама, с любовью и благодарностью к вам. Даже в музей не отдам. Не надо, это вам. Вот, видишь, благодаря тебе сертификат, это тебе. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Низкий поклон. За НАТО спасибо. Но мы будем уже с ними разбираться. Главное, чтобы вы на полях тут разобрались. Конечно. В это время у Дворца культуры очень культурно собрались местные жители, чтобы увидеть президента. Еще лучше поговорить и задать вопросы. Егор, юрист, мы рады вас видеть у вас в земле. Ура! Добрый день, добрый день. Александр Лукашенко скажет, что бывает здесь куда чаще, чем в других похожих городах. Так что какие могут быть вопросы? Честно говоря, немножко удивился, что вы так сохранили в порядке все. Когда-то мы принимали программу развития как раз Юго-Востока, Могилевской области. Договорились, что в конце июля, начале августа в Могилеве мы пригласим ответственных и спросим уже за то, как вы ее реализовали. А вообще спасибо вам, конечно, молодцы. Вы живете в красивом городе. Спасибо за то, что вы настоящая. Внутром чую, что вы настоящая. Пока вы есть, будет страна независимой, суверенной. И никто нам не страшен. Пока вы есть. Если мы с этого пути свернем... Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Хотя я посмотрел, в какой красоте вы живете в лесу тут. Какие тут могут быть вопросы. Но сначала глава государства ответил на незаданный вопрос журналистов. Вообще в это время такие поездки президента принято у нас называть чернобыльскими. В годовщину трагедии мы всегда о ней вспоминаем. Так вот, этот визит такой. Сегодня мы уже об этом меньше говорим, потому что мы поняли, что мы спасли свою страну. Вот это 25% территории. Сегодня мы понимаем, что здесь не просто нужно жить. Здесь люди живут. Здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике. И символично, что вопросы местных не касались ни Чернобыля, ни даже напрямую Костюковичей. Они, то есть вопросы, были глобальными. Хотя и оказалось, что вторая атомная станция в стране, если будет, то где-то рядом. Европейские страны и прибалтийские страны в свое время категорически выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси. Сейчас они уже начинают разворачиваться и, говорят, уже собираются строить у себя станции. Когда строили у Беларуси, было опасно, а сейчас уже вроде и нормально. И даже в Литве собираются хранилище ядерных отходов построить. Как вы видите перспективы развития ядерной энергетики в нашей стране? Я вот, когда вопрос начал задавать, Сергей, я подумал о том, к чему ты клонишь? Все-таки думаю, что, наверное, ко второй атомной станции. Ну, наверное, наше общество уже переболело синдромом пост-чернобыльским. Если сказать о том, что я очень переживал, когда принимал решение о строительстве станции, это значит, ничего не сказать. Эту проблему взять на себя, хоть ты и президент, сложно было в Чернобыльской республике. Сегодня мы понимаем, что мы поступили правильно. Что касается Запада, ну мерзавцы полные. И наши беглые сволочи и мерзавцы. Вы помните, в 20-м году, когда они бегали и кричали, и некоторые им поверили. Может, даже в Костяковичах, хотя в Костяковичах там были единицы, а в Минске. Что будем делать со строящейся атомной станцией? Зачиним. И народ, да, ура, кричал, ура, не понимая порой. А я тогда вас предупреждал, не торопитесь. Вы посмотрите, что они будут делать и что они делают. Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах, может быть, и больше. Обезумевшие французы и немцы закрыть атомные станции. Закрыть ветер, волны и прочее по лучшему электроэнергии. Получили. Сегодня в 5-6 раз дороже покупают природный газ. Я не говорю про нефть и нефтепродукты и прочее, прочее электричество. Мы поступили, я считаю, простите за нескромность, мудро. Поэтому возникла такая шальная мысль пока у меня, но сейчас она уже овладевает и вами. Постройте вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка, она восточнее Могилева. Я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, мы где эти реакторы разместим? Еще желательно два. Или здесь новую станцию, или там развивать к двум реакторам еще два. Пока думаем, я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция, должна она быть и на востоке. Люди очень довольны. Я же еще не принял решение, подождите. А то вы меня за язык схватите, а потом скажете, пообещал Костюкович. Мы просто думаем. Второй вопрос Александру Григорьевичу задавал Александр Григорьевич. Если классика Максима Горького, притча старуха из Иргиль была о природе героизма, но и эгоизма, то местный депутат тему задал плюс-минус об этом же. Белорусских и российских спортсменов допустили к этой Олимпиаде в нейтральном статусе. Стоит ли белорусским спортсменам участвовать в такой Олимпиаде, на таких условиях? То, что эти мерзавцы творят в спорте, это лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена, на время Олимпиад, войны прекращались. Это мирные-мирные соревнования были. Ну, во что они сейчас превратились, как и все остальное, вы видите. По поводу участия, я уже как-то говорил. Это дело спортсмена. Конечно, хотелось бы, чтобы, как это положено, гимн, флаги, прочее. Но я понимаю спортсменов. Это их жизнь. Жизнь спортсмена очень короткая. Если он решит участвовать на Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажно имеют значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Покажи, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус. Завтра мы вернемся в эту европейскую, мировую семью. И мы им покажем, что мы можем. А спортсмен, пусть он определится сам. И, наконец, вопрос, который, кажется, требовал публичного ответа, чтобы уже все на местах получили вектор для работы. Хотя все, кто давно работает с президентом, к концу вопроса знали, что ответит Александра Лукашенко. В этом году у моего ребенка выпускной в школе. И для родителей это сплошные хлопоты. Сейчас добрый праздник юности на западный манер пытаются превратить в какое-то крутое шоу. С диджеями, с лимузинами, с посещением различных увеселительных каких-то заведений. И, глядя на все это, наши дети пытаются всему подражать. И многие родители потыкают этому. Как вы к этому относитесь? Отношусь крайне негативно. Но сейчас тщательно присматриваюсь к этому. Я сам из беднейшей-беднейшей семьи. И я помню, когда даже в те советские времена в школу, первый класс там и так далее, после каникул приходили в школу люди разные. Хотя такой разницы большой не было, но разные. Я, например, какой-то класс не помню. В первый, наверное, в платке не было портфеля, принес книжки. Я с тех пор помню, что дети после каникул должны прийти в школу примерно одинаково. Поэтому мы проводим разные мероприятия, собираем деньги, помогаем, чтобы примерно одинаково одеть их, равные возможности создать. Этому надо следовать. И нельзя по окончанию там вообще образовательной средней школы делать то, что вы говорите. Какой-то там крутяк тебе помог, или ты побогаче, ты лимузин заказал. 7, 8, 12 метров. Приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят на это? Это неправильно. Я вот публично об этом говорю. Нам нельзя это культивировать. Нельзя нам это поддерживать. Это плохо, это отвратительно. Не надо, душа должна быть. В этом мы отличаемся от них. Мы душевные люди. Александру Лукашенко подарили и еще один подарок. Кажется, одаривали бы президента благодарные жители долго. Но в ответ уже они получили подарок не менее ценный. Он политический и выраженный всего лишь короткой фразой. Но она много значит даже не для страны, а для всего региона. Не забывайте, что украинцы это тоже наши люди. Если они к вам приедут, бегущие от войны, знаете, кто протянул руку к страждущему, да? Он там видит. Спасибо вам. Прощаясь, они благодарили его, а он благодарил их. И это было искренне под безоблачным мирным небом в уютном ухоженном городке, где живут добрые трудолюбивые люди. Пожалуй, именно здесь истинная Беларусь. И было бы здорово, чтобы везде и всегда Беларусь была такой. Но зависит это при, безусловно, колоссальных его желаниях и усилиях не только от президента. Игорь Тур, Сергей Инковский. Наши новости. Могилевская область.